Вынесен приговор Павлу Сутягину, водителю, который в мае сбил председателя Омского велосипедного клуба, цепная реакция Владимира Кабанова. Спортсмен от полученных травм скончался в больнице. В Ленинском районном суде Сутягина признали виновным. Какое ему вынесли наказание, расскажет Светлана Урванцева. Ему, в общем-то, 39 было, почти 40. С 40 лет он встретил в реанимации. Алексей Леонора Кабановы – родители погибшего. Владимир был их единственным сыном. Кабановы, потерпевшие в этом деле, говорят, что даже представить не могли, что опытный спортсмен, человек, который покорял горы и прыгал с парашютом, погибнет под колесами пьяного водителя. Очень четко, все расставлено на свои места. Нужно просто признать ту правду, которая есть. Ничего другого не требуется. Все показания свидетелей говорят о том, что да, он признал, что он наехал, что он был пьян, что он сбежал. Большего не требуется. Как выяснили следователи, в мае водитель Павел Сутягин налетел на двух велосипедистов. После мужчина попытался скрыться. Сдержал его неравнодушный автовладелец Сергей Пермяков. В отношении Сутягина возбудили два административных производства. Но когда через несколько дней Владимир Кабанов скончался в больнице, дело переквалифицировали в уголовное. Вы признаете свое время? Не комментируете ситуацию? В день вынесения приговора Павел Сутягин оказался более разговорчив. В своем последнем слове он сказал, что раскаивается, но все же считает произошедшее ужасной случайностью. Я выпью, что-то спотняли, это за рулем другие вещи. Не то, что я пьяный. Здесь получилось какое-то дикое стечение. Это совершенно случайность. Никакой логики здесь вообще нет. Тем более умность, как здесь мы говорили. Однозначно. Еще раз прошу прощения перед людьми. Ну, в плане, что не знаю, как. Прошу разрешить мне заслужить это прощение. Действительно, до этой аварии пьяным за рулем Сутягин замечен не был. Уголовной ответственности он также не привлекался. Поэтому суд вынес решение. Три года, шесть месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством в течение трех лет. Такое наказание родственники Владимира Кабанова посчитали слишком мягким. Санкция по статье «Причинение смерти по неосторожности» в результате нарушения ПДД предусматривает до семи лет лишения свободы. Ориентируя суд на наказание, мы должны понимать, что у нас есть характер, степень общественной опасности преступления, которое было совершено, те последствия, которые наступили, а также необходимо учитывать личность подсудимого и его отношение к содеянному. Сутягин вину признал в полном объеме. Ранее он не судим. Какими-либо компрометирующими материалами следствие не располагало. У Владимира Кабанова остались пожилые родители, жена и сын. В качестве компенсации, причиненного морального вреда, суд обязал выплатить им 1 миллион 400 тысяч рублей.